В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне Бутово-Парк 2Б открылся второй корпус детского сада «Город детства». Такой у нас современный зал. Здесь полностью можно его переоборотить и сделать его хореографическим. Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с блогерами, чтобы обсудить благоустройство в муниципалитете. Мы стараемся такими встречами, общением в интернете все-таки решать злободенные вопросы. В районном Доме культуры и досуга подвели итоги работы Главного управления Госадомтехнадзора Московской области во втором квартале этого года. Ленинский муниципальный район – это один из лучших районов в сфере благоустройства, наведения чистоты и порядка. В новые жилые дома микрорайона Бутово-Парк 2Б продолжается активное заселение жителей. А потому вопрос содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях остается актуальным. Первый детский сад под названием «Город детства» открылся в микрорайоне два года назад, а сейчас распахнул двери второй корпус сада. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Дождливая погода не смогла испортить настроение тем, кто собрался у праздничного украшенного входа в детский сад. В церемонии его открытия приняли участие представители застройщика, руководство администрации района и Булатниковского поселения, родители и дети, будущие хозяева города детства. Шумный пляс, тихий час, в этом доме все для нас. Открытие этого сада – результат совместной деятельности компании застройщика жилого комплекса и администрации района. Достаточно большими шагами идет урбанизация территории наших поселений Ленинского муниципального района. И отрадно отмечать то, что застройщики свои социальные обязательства исполняют. Всем ребятишкам, которые пойдут в этот замечательный детский сад, я хочу пожелать счастья, успехов, с праздником вас. После торжественного разрезания ленточки для высоких гостей была устроена небольшая экскурсия. Площадь трехэтажного детского сада – более 4000 квадратных метров. И здесь есть, что показать. Наш детский сад рассчитан на 225 мест, 9 групп, а 25 человек. В данном саду у нас будет работать 39 сотрудников. Из них у нас будет 15 педагогических кадров. У нас остальное – обслуживающий персонал. Также у нас имеется комната для дополнительных занятий, физкультурный, музыкальный зал. Также имеется хорошая кружковая комната, в которой дети могут проводить как обычные занятия, так и дополнительные. Детский сад в буквальном смысле оснащен по последнему слову техники. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении создана безбарьерная среда. Строительство этого учреждения является примером такого успешного взаимодействия строителей и представителей образования. Все требования, все было учтено вовремя, своевременно. Поэтому детский сад очень быстро получил все необходимые заключения и введен в эксплуатацию своевременно. Для гостей подготовили сюрпризы, угощения и концертные номера. Заведующая учреждением Наталья Литвинова не без гордости рассказала о возможностях каждого помещения. Такой у нас современный зал. Здесь полностью можно его переоборотить и сделать его хореографически. В группах уже вовсю идут занятия. Строители предусмотрели все, чтобы и игры, и отдых были максимально продуктивными. Очень понравится оснащение. В каждой группе доска, в каждой группе практически в каждой из проекта, что немаловажно в условиях современных требований в ГОС. Ну, вот это очень обрадовало, удивило. И все очень новое, красивое. Деткам очень нравится здесь. Оценили оснащение группы его первые маленькие посетители Иван и Семен. Ребят, ну а вам-то садик нравится? Да, нравится. Да, нравится. А что именно нравится больше всего? Игрушки. На территории образовательного учреждения находятся безопасные прогулочные площадки с современным многофункциональным игровым оборудованием. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. Что сразу бросается в глаза, это огромное количество просторных веранд. Здесь их целых девять. А также площадки для занятия спортом и даже собственный огород. Веранды укомплектованы самым современным оборудованием. Здесь даже можно и на барабанах поиграть, и на ксилофоне. Одним из важных аспектов в работе с детьми остается физическое воспитание. И здесь надо отметить, что для активного занятия спортом здесь предусмотрено все, даже, казалось бы, мелочи. Меня удивило именно покрытие. Покрытие – это прям проблема в детских садах, потому что оно все время скользит. И мягкие стены. То есть это прям такой огромный-огромный плюс. Растет микрорайон, заселяются построенные дома. А значит, и потребности жителей увеличиваются. Но компания-застройщик уже ведет работу по развитию социальной инфраструктуры. В планах у застройщика – это ближайшее время открытие двух садиков на 515 мест. Также сдача трех школ на 2500 мест. И поликлинику сейчас идет, строительство поликлиники на 450 течение смены. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Глава Ленинского района Валерий Венцль провел встречу с блогерами. Обсуждаемой темой стало благоустройство муниципалитета. Какое влияние на преображение района могут оказать активные пользователи социальных сетей, узнал наш корреспондент Арсений Рогозянский. Люди с активной жизненной позицией, которые на своих страничках в социальных сетях делятся с другими пользователями актуальной информации о жизни родного края, встретились с главой муниципалитета для того, чтобы обсудить разные вопросы социальной среды района. Валерий Венцль всегда открыт для подобных диалогов. Мы стараемся такими встречами, общением в интернете, все-таки решать злободневные вопросы, которые у нас, честно говоря, скатилось достаточно большое количество. Евгений Сурков, хоть и не позиционирует себя как блогер, однако именно в одной из социальных сетей с помощью чата, координируя действия жителей, помогает им в решении проблемы загрязнения воздуха. В этой встрече он видит множество положительных сторон. В принципе, мы хотели бы как-то поднять, может быть, эту тематику и использовать потенциал, который здесь есть, для того, чтобы усилить нашу активность, чтобы наши усилия в конечном итоге уменьшались успехом. Мы добились своей цели. Наша цель – чистый воздух, с одной стороны. Ну и плюс у нас есть еще несколько интересных проектов. Может быть, мы здесь пересечемся с теми, кто их координирует. Проект Виктории Новиковой – фестиваль истории связан с 90-летием Ленинского района. Она представила перед собравшимися его концепцию. Задачи проекта – активизировать местных жителей и еще ближе познакомить их с жизнью родного края. Фестиваль истории пройдет в день города Видное. В старом городе будет больше классичного такого формата, хотя он тоже достаточно прогрессивный, но там больше таких форматов будет, которые понятны и старшему поколению, и молодому поколению. В новых микрорайонах мы сделаем более прогрессивный, яркий, молодежный, пикниковый формат. Там будет, например, массовое строительство арт-объектов больших, какая-то совершенно другого плана музыка. В беседе затрагивались и насущные вопросы, связанные с районной инфраструктурой. Так выяснилось, что в разгар сезона нет ни одного разработанного велосипедного маршрута. Но и эта ситуация, по словам главы, скоро изменится. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. В районном центре культуры и досуга в Видном прошли публичные обсуждения результатов работы главного управления Госадомтехнадзора Московской области во втором квартале 2019 года. На семинаре присутствовали представители общественной палаты и бизнес-сообщества, которые могли задать свои вопросы. Подробнее в нашем следующем сюжете. В районном доме культуры собралось более 150 сотрудников Госадомтехнадзора Московской области, чтобы обсудить результаты правоприменительной практики за второй квартал 2019 года. На семинаре также присутствовали представители общественной палаты и бизнес-сообщества Подмосковья. Тесное взаимодействие власти и общественности позволяет не только вовремя пресекать правонарушения, но и предотвращать их. Мы не просто приглашенные, а мы являемся полноценными участниками этого мероприятия, потому что существует программа, которую мы несколько лет реализуем с Адтехнадзором, называется «Общественная защита». Когда мы совместно выходим с Адтехнадзором, предприниматели технадзор не штрафуют, выписывается ему предупреждение и дается 10 дней на устранение. Такие рейды проводятся ежемесячно во всех муниципальных образованиях области. Благодаря широкому освещению в СМИ, считает Александр Ступин, многие предприниматели сами без указания надзорных органов устраняют нарушения. Еще один эффективный инструмент борьбы – общественный контроль. Благодаря ему за последнее время приведено в порядок уже более 4,5 тысяч объектов Московской области. Эффективно работает он и в Ленинском районе. Ленинский муниципальный район – это один из лучших районов в сфере благоустройства, наведения чистоты и порядка. Очень эффективно работает здесь территориальный отдел. Я могу судить объективно, потому что, как член общественного совета, я курирую ряд муниципальных образований, в том числе Ленинский муниципальный район. Собравшиеся обсудили нарушения, которые были зафиксированы Госадом технадзором за второй квартал этого года. Чаще всего это ненадлежащее содержание территорий и некачественная уборка мест общего пользования, а также нарушение требований к размещению транспортных средств. Поговорили также об изменениях в законодательстве. Так, с 1 мая ведомство осуществляет еще и экологический надзор. В течение всего мая мы с юридическими лицами СНТ вели профилактическую работу. Соответствующее объявление делали в газете. Наши территориальные отделы через местные СМИ это рассказывали предпринимательскому сообществу. И только с 1 июля этого года мы начали применять штрафные санкции. Олег Баженов особо отметил, что СНТ имеет право заключать договоры на вывоз мусора только с региональным оператором. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Состоялись проводы на заслуженный отдых сотрудницы отдела сбыта Витновского ПТО городского хозяйства Натальи Ивановны Оркиной. В актовом зале предприятие в торжественной обстановке с новым этапом в жизни виновницу события поздравил глава Ленинского района Валерий Венцель. Тему продолжит Татьяна Брылова. Выражая слова благодарности за годы труда, Валерий Венцель обратился не только к Наталье Ивановне Оркиной, но и ко всему коллективу в целом. Он отметил, что от четкой и слаженной работы каждого в отдельности сотрудника ПТО городского хозяйства зависит комфорт и уют жителей муниципалитета. В первую очередь должны сказать слова благодарности вам за то, что вы 25 лет на вахте в нашем ПТО городском хозяйстве. Самая основная система жизнеобеспечения – это то, чем вы занимаетесь. Теплые поздравления виновницы торжества выразили генеральный директор предприятия Александр Медряйкин и также коллеги. Надежда Самойлова рассказала, что 17 лет назад, когда она пришла молодым специалистом, Наталья Ивановна стала ее наставницей и помогла войти в профессию. Наталья Ивановна – это наша умница. Специалист, она высшего класса. Она во всех цифрах, во всех расчетах, в отношениях к людям, в отношениях с организациями. Она специалист во всех видах профилей. Почти 25 лет Наталья Оркина трудилась в ПТО городского хозяйства инженером. С работой, которую очень любила, она расстается с грустью. Мне все нравилось, как-то общение с людьми. И вообще все мне нравилось. Я с удовольствием работала. В память об этом событии Наталье Оркиной вручили подарочный сертификат на телевизор «Самсунг», а также медаль в честь 90-летия со дня образования Ленинского района. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова